В Махачкале 13.45, в студии Бедернисе Гусейнова, редактор выпуска Шерепат Шульгина. Добрый день. Новости. Займинистра энергетики России Евгений Грабчак прибыл сегодня в Дагестан. С его участием прошло заседание Федерального штаба по стабилизации ситуации в электросетевом комплексе и надежному энергоснабжению потребителей республики. Ключевое внимание участники штаба уделили прохождению периода максимальных нагрузок на энергосистему, вызванного аномально высокими температурами, а также текущей ситуацией с электроснабжением в республике. Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» с участием Сергея Миликова чествовали школьников с особыми образовательными результатами. Всего в зале присутствовало более 70 талантливых дагестанских ребят. Среди них выпускники 11 классов, получившие 100 баллов по итогам ГИА. Выпускники 11 классов, получившие по итогам ГИА 95-99 баллов по двум и более предметам, победители различных конкурсов. Напомним, ранее по инициативе Сергея Миликова было принято решение о премировании стубальников и победителей престижных конкурсов. Эта мера поддержки стала дополнительным стимулом для ребят. Всего по итогам государственной итоговой аттестации в этом году в республике 49 экзаменационных работ оценены на 100 баллов. За успехи в учебе отличившиеся ребята получили по 100 тысяч рублей. Сергей Миликов встретился с близкими дагестанских военнослужащих. До начала встречи руководителя региона почтил память павших воинов. По поручению главы Дагестана в республике оказывают поддержку каждой семье, столкнувшейся с потерей с начала специальной военной операции. Специальная военная операция, которая проводится уже больше двух лет, имеет целью защиты нашей страны от посягательств наших врагов. И ваши родные и близкие отдали свою жизнь именно как защитники Родины, как герои, которые делают все для того, чтобы сделали все, пожертвовали самым дорогим, для того, чтобы обеспечить нам с вами мирную жизнь. На встрече с семьями военнослужащих глава региона напомнил о недавно принятом законе о выделении земель участникам спецоперации. Процесс будет реализован в несколько этапов. Получить участки смогут в том числе все военнослужащие, удостоенные Ордена Мужества. На встрече родные военнослужащих озвучили свои вопросы руководителю республики и членам правительства. Они касались юридических и жилищных проблем, оформления выплат, увековечивания памяти. Сергей Меликов подробно ответил на них. Для их решения за каждым обратившимся будет закреплен отдельный чиновник, объявил глава региона. Сохранение стабильной общественно-политической обстановки в Дагестане – ключевая тема планового заседания Совета Старейшин при главе республики. На встрече обсудили трагические события, произошедшие 23 июня в Махачкале и в Дербенте, уделив особое внимание работе по духовно-нравственному воспитанию молодежи. И, как отметил председатель Совета Старейшин, нужно внимательнее относиться к тому, чем живет молодежь, какие у них формируются ценности. Нейрохирургия Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи спасли жителя Чечни от полной парализации после страшного ДТП. Молодому парню одновременно было проведено две операции – на шейные позвонки и головной мозг. Сегодня дагестанские медики – единственные на Северном Кавказе, кто выполняет подобные операции. За плечами врачей сотни хороших результатов. Подробнее по теме от Сулейманова. Первые результаты сложнейшей операции. 28-летний Юсуп уже может чувствовать руки и даже приподнимать их. Три месяца назад жуткая авария разделила жизнь парня на до и после. В результате ДТП житель соседней республики получил тяжелый ушиб мозга и перелом шейных позвонков. Все это время он лечился в Чечне. Родные привезли его в Махачкалу, уже полностью парализованным. Спинно-мозговая травма – это самая сложная травма. Все медики это знают. Шейный отдел – это особый отдел, который отвечает, когда повреждение шейного отдела, там руки, ноги. Практически у человека ничего не работает, поэтому здесь какие-то часы имеют большое значение. Юсупу была проведена двойная операция. Первым этапом дагестанские нейрохирурги удалили ему тела двух позвонков, сформировали трансплантат на это место и зафиксировали позвонки титановой пластины. Затем устранили внутримозговую гематому. Такого рода операции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи практикуют с 2010 года. Наши врачи неоднократно проходили обучение у лучших специалистов не только России, но и зарубежья. Здесь вся сложность в том, что уже слишком поздно больной обратился, но, тем не менее, мы максимум постараемся все, что возможно сделать, зафиксировать, хотя бы больного могли посадить, сажать, ухаживать за ним. Будем надеяться, сейчас вроде бы он сам дышит, руками уже какие-то движения пошли, обращенный речь понимает, рахостомию закрывает и разговаривает он все. Я считаю, что это большим результатом и большим успехом, тем более для таких больных, которые руки, ноги не работают, это имеет большое значение. Пациентов с подобными травмами необходимо оперировать в первые 12 часов. Тогда шансы вернуться к полноценной здоровой жизни достигают 80-90%, говорят специалисты. В случае Юсупа за необходимой медицинской помощью обратились поздно, но врачи обещают сделать все возможное, чтобы вернуть парню подвижность. Сын попал в аварию, короче, мы не могли вот это, его операцию сделать, то вывезти не могли, то это самое. Ну, Магомед Сулейманович, Аль-Амдер-Ла, очень, вообще, я даже в других местах проверял это все, МРТ, КТ, как он сделал. Отличный парень, отличный мужик, Аль-Амдер-Ла, что есть такие люди, баркала огромная. Под наблюдением дагестанских врачей молодой пациент пробудет еще некоторое время. Впереди у Юсупа долгий путь реабилитации. Судебные приставы добились восстановления дорожного покрытия на участке дороги Карата-Татмагитль и мостового перехода на автодороги Карата-Ингерхах-Цолада. Все дефекты дорожного полотна устранены, а также построен новый мост, что подтвердилось в ходе выезда на данный участок дороги. Но за несвоевременное исполнение судебного решения администрация Ахвахского района пришлось выплатить 50 тысяч рублей исполнительского сбора, говорится в сообщении Пресс-Службы Республиканского управления судебных приставов. Четвертая международная биоаналия печатной графики «Кубачинская башня» откроется на двух арт-площадках. 14 июля в средневековой сторожевой башне 14 века в селении Кубачи и 18 июля в выставочном зале Союза художников Дагестана в Махачкале. В этом году в номинациях «Экс-либрес. Книжная графика. Общая тема» к участию принято более 700 графических работ. 351 профессионального художника-графика и студентов художественных вузов из Германии, Италии, Мексики, Словакии, Польши, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Македонии, Норвегии, Эритреи и свыше 80 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов. Дагестан – мультикультурный регион на карте Россия, и он объединяет в себе не только множество национальностей, но и разных конфессий. О том, как зарождались религии на территории страны гор и как на протяжении веков мирно соседствовали представители разных конфессий, в исторической справке ГТРК «Дагестан». Дагестан – это мультикультурный регион на карте России, и он объединяет в себе множество не только национальностей, но и разных конфессий. Дагестан считают мусульманской республикой, но стоит заглянуть в прошлое. Обнаруженные на территории республики остатки четырех церквей, датируемые примерно VI-VIII веком, говорят о многом. Исторические источники свидетельствуют о том, что христианство было принято в качестве государственной религии здесь еще в начале IV века. Кроме христианства, в истории Дагестана были периоды господства зороастризма, иудаизма и, наконец, ислама. Они сыграли важную роль в социальной и духовной жизни народов Дагестана в зависимости от времени и условий их проникновения и распространения. Примером единения православного и мусульманского населения региона являются два религиозных сооружения, которые были построены в центре Махачкалы на площади Ленина. Храм и мечеть даже внешне очень похожи. Они выстроены в едином стиле, и различить их конфессиональную принадлежность помогает лишь крест и полумесяц на синих куполах. Православная церковь построена на месте, где с конца XIX века находился собор Александра Невского, уничтоженный в 1953 году. Еще одно интересное сооружение – Армянская церковь. Находится в городе Дербент. Полное ее название – Церковь Святого Всеспасителя. Строительство церкви велось более 10 лет и было завершено в 1871 году. Место для строительства выбрано не случайно. Когда-то на месте, где сейчас стоит церковь, была часовня при армянском кладбище. А вокруг размещался целый армянский квартал. Помимо армянского храма в Дербенте есть и православный. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – у этого храма тоже богатая история. Но в настоящее время церковь переживает второе рождение. Произведены ремонтно-восстановительные работы в храме. А в 2009 году храм был вновь освящен епископом Бакинским и Прикаспийским Александром. Мы живем в дружбе. Мы всегда вместе. На праздники они к нам приходят. Мы к ним приходим. В администрации мы собираемся. Нам терять нечего. И вот, конечно, сейчас вот такое время тяжелое. Мы переживаем. Я хотел пожелать самое главное, чтобы все уладилось. Кто пошел на фронт, чтобы Всевышний хоронил их. Чтобы они вернулись в свои семьи, к своим детям и своим жодам. Недалеко от православного храма в запутанном лабиринте улиц расположилась древнейшая джума-мечеть. Джума-мечеть собирает мусульман не только Дербента, но и многочисленных окрестных районов. Джума-мечеть в центре старого города Дербента была построена арабами в 733 году. Она признана одной из старейших в мире и самой древней из действующих на территории России стран бывшего СССР. Джума-мечеть – это не название мечети. Так называют Большую Соборную или Пятничную мечеть в крупном населенном пункте, в которой мусульмане собираются на обязательный общий джума-намаз в полдень пятницы. Джума-мечеть в старом городе Дербента – культовое сооружение мусульман, относящихся к шиитской ветвь религии. Сейчас на молитву мечеть приходят и сунниты, и шииты. Дагестан – это многонациональная республика. Всегда мы слышим, что есть единство и взаимопонимание между собой. На самом деле, даже взять, где мы сейчас находимся, в городе Дербент, на самом деле есть несколько конфессий. Но никогда мы до сих пор, до сегодняшнего дня, мы ни разу не услышали, что между религиями были какие-то ссоры, разногласия. Наши отцы, деды, как нам оставили вот это взаимопонимание, сегодня тоже нам стоит держать и сохранить вот эту стабильность. Мусульманские святыни в Дагестане тесно соседствуют с синагогами. Одна из самых древнейших синагог сохранилась на территории города – Дербент. Еврейская община Дербента была одной из самых многочисленных на Кавказе. В XIX веке здесь было более десятка синагог, открытых горскими евреями, переселившимися на равнину из горных аулов Кавказа. Сейчас осталась одна – большая дербентская синагога Келленумас, которая была возведена в 1914 году. Общая площадь синагоги составляет более 2000 квадратных метров. По сведениям, датируемым начиная с 2010 года, в синагоге Келленумас побывали гости из 50 стран мира. Двери синагоги всегда открыты для прихожан и гостей. Дербент называют как бы прообразом Иерусалима, да, и что это значит? Это значит, что здесь присутствуют представители всех конфессий, без исключения. Я не скажу, это нехорошее слово, уживаются или терпят друг друга, не дай бог, нет. А именно мы дружим друг с другом, соседствуем друг с другом, живем в одних дворах, встречаемся на улицах, и, слава богу, нет никакого разделения по принципу веры. Вообще отсутствует такое понятие, слава богу. Я, во всяком случае, такого не встречал. Дагестан с древнейших времен был коридором, связывающим Восточную Европу с районами Среднего Востока. Здесь всегда проходили великие переселения народов. Именно движение народов через Восточный Прикаспий и оставляло следы материальной и духовной культуры, в том числе и религии. Ислам стал проникать на территорию современного Дагестана еще в VII веке. Ислам – религия мира, добра и созидания. Исламское мировоззрение в самое трудное время помогало сближению и сотрудничеству всех дагестанских народов. Этим целем и сегодня служит ислам в Дагестане. Наше общее достояние – это уникальные традиции, культура, обычаи народов, которые веками живут на дагестанской земле.